В федеральном проекте развития экспорта медицинских услуг участвуют 70 субъектов Российской Федерации. И каждый реализует этот проект на основании фундаментального документа. Это оригинальный паспорт. Оригинальный паспорт по развитию экспорта медицинских услуг. Каждый из 70 субъектов имеет такой документ. Документ описывает ответственных, цели, которые ставятся, целевые показатели, а также организационные вопросы, что необходимо сделать и к какому сроку. Но вот среди этих целей и задач, к сожалению, нет такой важной, существенной задачи, как формирование модели развития экспорта медицинских услуг в регионе. Когда мы говорим модель, единая модель развития экспорта медицинских услуг, как правило, понимаются три подпункта, три составляющих. Это единый централизованный алгоритм работы с запросами от иностранных пациентов и самими иностранными пациентами, включая их маршрутизацию. Второе, это единый центр компетенции, то есть база знаний и обмена опытом. И третье, это консолидированный выход медицинских организаций региона, участников регионального проекта на внешние рынки. Сегодня в литературе и в информационном поле можно встретить несколько моделей развития медицинского туризма, экспорта медицинских услуг в регионе. И если не сдерживать творческий процесс, то можно придумать десятки, может быть и сотни моделей такой централизованной системы развития экспорта медицинских услуг. Но необходимо Российской Федерации, как молодому участнику глобального рынка медицинского туризма, обращаться все-таки к мировой практике. Мировая практика давно уже наступила на эти грабли, если так можно сказать, развития централизованных моделей. И можно сделать следующий вывод, исходя из практики таких стран, как Южная Корея, Греция, Испания, Турция, других стран, где на уровне государства осуществляется поддержка развития медицинского туризма, экспорта медицинских услуг. Из трех составляющих, я напомню, что это единый центр работы с запросами и с пациентами, это единый центр компетенции, это консолидированный выход на зарубежные рынки. Вот только два пункта показали свою жизнеспособность на протяжении многих лет. Это центр компетенции, поскольку медицинские организации региона имеют возможность обмениваться успешными практиками и постоянно совершенствовать процессы работы с иностранными пациентами и выход на зарубежные рынки. И вторая составляющая, которая оказалась во многих странах полезной и сохранила свою ценность на протяжении многих лет, это консолидированный выход, выход совместный клиник на внешние рынки, в целевые страны-доноры. Что касается единого центра обработки запросов и самих пациентов, то нигде, ни в одной стране мира, ни в одном городе эта система не устоялась. Сегодня нет таких центров, которые бы на уровне региона или отдельного города или страны видели единую обработку запросов от иностранцев и единую маршрутизацию. Причина очень простая. Медицинская организация, набравшись немного опыта на рынке медицинского туризма и экспорт медицинских услуг, гораздо более эффективно работает с запросами от иностранцев и с их маршрутизацией, чем какой-то орган, который стоит над медицинскими организациями, как некий единый центр обработки заявок, распределения по клиникам и так далее. Поэтому сегодня говоря про модели, региональные модели развития медицинского туризма, можем констатировать, что в России как таковой их нет сложившихся удачных моделей за исключением буквально одного-двух регионов. Это первое. И второе. Не имеет смысла тратить время на выстраивание сложных процессов маршрутизации запросов и пациентов из одного единого центра. Стоит это делегировать медицинским организациям, но при этом сосредоточить свои усилия на формировании такого центра компетенции в регионе, базы знаний и активнее смотреть на совместное коллективное продвижение на зарубежных рынках и выход на внешние рынки. Субтитры создавал DimaTorzok